И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас новый игровой видеоролик, который посвящен очень интересному устройству и очень интересному вооружению. Если вам нравится данная рубрика, новых интересных видосов хотите побольше, хотите больше игровой тематики, то не забывайте прожимать лайки, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Ну и не забывайте про то, что у нас в описании имеется группочка ВК, дискорд сервер. На них тоже можно перейти, подписаться, поучаствовать и присоединиться. Сегодня у нас на обзоре довольно-таки интересное устройство, которое, если честно, если не ошибаюсь, кто-то даже просил, чтобы я протестировал. Это адаптивная перезарядка, это перезарядка фулл баллона молота после кила. Очень интересное устройство, которое, я думаю, что можно очень даже эффективно использовать в любых матчмейкинговых битвах. Сейчас я скатал одну катку, попробовал, потестил, дал довольно приличное количество киллов, ну и теперь готов уже записать видос и посмотреть, что у нас будет вообще на деле. Одеваю, как всегда, дефолтный резист. Понятное дело, что записываю это с харьком, записываю это с защитником, потому что хочется получить максимальное количество очков и расценить вообще полноценно данное вооружение. Возможно, оно даже будет смотреться круче, чем тот же вулкан, кто его знает, поэтому давайте стараться, давайте смотреть и надеяться на то, что не будет все-таки какой-то здоровенный большой карпик, кидает нас на иранчик, надеемся, что перед ошибок не будет. Я поиграл катку с HTML, у меня там особо хорошо не получалось из-за того, что все-таки я на HTML играю сейчас на мышке, поэтому сейчас пикнулся уже здесь и посмотрим, что из этого вообще, в принципе, у нас получится. Самое главное, друзья, это давать киллы, если вы не даете киллы, но при этом разряжаете полностью свой баллон, ничего хорошего из этого у вас не получается. Ну, конечно, надо более внимательно и довольно кучно стрелять. Падает, к слову, там золотой ящик, я попытаюсь его поймать, сейчас попытаюсь минусануть данного молодого человека. А, нет, минусануть, к сожалению, не получается, он еще голд отжимает, я просто голдетский до сих пор сегодня не взял. Ну, надеемся, что в скором времени мне удастся все-таки его поймать. Ну, ладно, сегодня у нас явно не в этом суть, поэтому стараемся бить киллы и, конечно же, дождаться своего овердрайва и там уже в дальнейшем делать-делать как можно-как можно больше киллов, киллов, киллов и еще раз киллов. Плюс килл есть, сразу вы видите, баллончик восполняется моментально, поэтому главное искать как можно больше противников. Я даже думаю, что не стоит акцентировать свое внимание особо на точках, больше, конечно же, выдвигаться на противника, давать киллы, уничтожать, уничтожать и еще раз уничтожать. Главное не забывать о том, что у меня баллон всегда имеется. Вы сами видите то, что разбираешь одного, второго, третьего, пятого, десятого и продолжаешь, продолжаешь накидывать, накидывать. Главное, конечно, стрелять довольно внимательно, наносить именно в танк урон и тогда будет все у вас замечательно в этом плане получаться. Подбираем здесь дроповую расходку, ддшечку, я думаю, сразу врубаем и пытаемся накидывать урон вот по этому, например, страйкеру. Ну, арта здесь, конечно, меня фокусит уже, я так смотрю, не в первый раз. Ну, ладно, не будем на этом как-то расстраиваться. Хотя, честно говоря, вы сами понимаете, что если бы я не сливался с какой-то арты, пикелов, то я бы уже, наверное, дал бы намного-намного больше. Ну, может быть, молодой человек. А, еще одна. Супер, понял. Понял, принял, обработал. Ну, друзья, вы сами знаете, что как бы я катки не перепикиваю на видеороликах, никакие неприятные моменты не вычеркиваю из битв. Имеем то, что имеем, бывают такие катки, бывают и так, что у вас просто фокусит арта. И вне зависимости от того, на каком вы в вооружении играете, на какой вы пушке там играете, все равно сталкиваетесь с такой вот не совсем приятненькой проблемкой. Я не знаю, что фокусит, конечно, довольно тяжело. Опять я оверг, глупый прожал, лучше бы я его не жал, 50% просто впустую спустил. Если один оверг какой-нибудь хороший прожать, когда у меня будет аптечка, когда у меня будет защитник, я думаю, что можно будет попытаться дать довольно-таки неплохое количество киллов. Понятное дело, что первое место-то у меня как бы имеется, никаких особо проблем в этом плане нету. Но овердрайв этой жесткой арты, она уже 18 киллов дала, я тут должен был дать сам порядка 20-30 киллов, но пока вы видите, что ничего особо у меня в этом плане не получается, к сожалению. И это меня, конечно же, в какой-то мере даже расстраивает. Ладно, давайте пытаться делать эти замечательные киллы. Где сейчас вот этого артовода изолю? Офигеть, я даже артоводу не успел слить, никакая-то риса в бачину прилетела, и у меня... Все пошло как-то не по красоте. Ладно, уже потихо и начинает сгорать, сгорать, но надо не бомбыть ты, а просто стараться делать эти самые киллы. Блин, 0 ворон, очень приятно. Блин, я арта сам уничтожился, я пошел с фулл баллоном на перезарядку. Вот так вот, если противник контрит. Ваше супер устройство, у вас, к слову, ничего абсолютно не получается, но я буду надеяться на то, что все же, все же никаких проблем у нас в этом плане в следующей так точно катке не будет. И главное, главное что, друзья? Главное выигрывать бои, главное их выигрывать. Если я данный бой выиграю, то ничего страшного, в принципе, не произойдет. Главное выиграть его. А дальше уже в следующем. Раздать по красоте, как мы умеем. Но, конечно, поле арта, это печальная беда. Если я за один бой не реализовал ни одного овердрайва, сказать, что это успешное использование устройства я точно никак не могу. 12 килов всего лишь, 2 минутки до конца. Но, мы определенно не особо расстраиваемся. Продолжаем катать. Катку выигрываем. И, может быть, сейчас еще пару-тройки килов дадим. Может, даже голдик какой-нибудь поймаем. Эм, постоянно даю урон тех типов, которые сливаются. Это, конечно, плохо. Так, где-то лоудник падает сейчас голдик. Где он падает? А, вот, вижу. Вижу голд. Вижу точку золотого ящика. Вижу диктатора, который, скорее всего, не отожмет этот голд. Опять арта. Опять арта! Опять арта. Арта нагибает. Жестко. Жестко. Ну, что я могу с этим поделать? Ничего. Правильно. Ничего. Ого. С этой артой поделать я не могу. Я лишь могу пытаться дать свои киллы. А, ну, даже вот так вот, да. Не понял. Овер прожал. Получил овердрайв в ответ. Какие-то жесткие тайминги, конечно, я ловлю. Прямо в щеки. Невезучий. Ну, а сейчас вот. А сейчас бы аптечку! И килл. Хорошо. Билл есть. Сейчас еще пару киллов бы дать. Было бы замечательно. Одна минута остается до конца. Одна минута до конца. Мне бы лучше слиться, наверное. К тому же. С нового респа попытаться накинуть урона. Попробую сейчас, например, ту арту слить с правого фланга. Я багр прожню. Пожалуй, хороший лучший. Пустил. Второй. Третий! Хорошо. Вот. Вот что я хотел. Вот что я хотел, друзья. И баллон при этом раскладе еще до сих пор есть. Если бы там был бы еще четвертый, пятый, шестой танк, было бы вообще великолепно. Так, давайте вот это усыдем. Четвертый. Вот этот не попал полный залп. Попал. И арта. Ну, блин, ну, падла, конечно, арта. Это очень неприятненько, конечно, когда такие ситуации происходят. Когда эта арта так фокусит. Ну, ладно. Первая катка. Можно так сказать. Как первый блин. Комом. Не получилось. Не реализовалось. Хотя многие скажут, что, блин, нифига себе не реализовалось. Ты, блин, там набил 435 опыта. Это же много. Но я вам скажу, что это очень и очень мало. В этой катке я мог набить, ну, порядка 800-очки. Наверное, может даже больше. Если бы не было таких ребят, которые мешали и фокусили. То могло получиться еще куда лучше и еще куда приятнее. Ну, ладно. У нас Форест. Попробуем отыграть от центра. От ближней дистанции. Покидать урон как можно больше по противнику. И там уже, я думаю, что, в принципе, в принципе, должно заходить. Должно все получаться. Птичку, я не знаю, сбил, не сбил. Ну, если бы килл бы дал, было бы, конечно, великолепно. Но килл, к сожалению, не дал. Так, первый килл есть. Начинаем. Начинаем. И сразу у меня начинает какая-то нубота. Потихой фокусить. Ну, ладно. Давайте, давайте вот этого молодого человека соберем. Чебурека. Хорошо. Частот. Отличный выстрел. Дадашка ушла на кулдаун. Но это особо не является, наверное, проблемой. Давайте попробуем вот этого человечка слить. Хорошо. И сейчас еще Дадашечка, если откадашится, будет просто замечательно. Порезиткой. Ладно, давайте попробуем вот этого. Диктатор слить. Блин. Скажи себе, у меня пророчек, к сожалению. А там по другому танку. Довольно мало урона, если честно, прошло. Но тут уже либо сливаться, либо жить надо было еще дольше. Но уж лучше, я думаю, что слиться. Снова респа пытаться сейчас накинуть хорошее количество киллов. Так, первый килл сейчас есть. За первым сразу давайте второй. За вторым третий. Ага, понял. Блин, понял. И хорошо. Очень хорошо, что я сейчас килл дал. Так, теперь с рисков чувачков. Раз. К второму не попал. Попал. Есть. Дальше. Блин, третьего не попал. Раз. Два. Пол баллон. По третьему. Третий. Дальше сразу же пытаемся. Еще, еще, еще килл. Блин, ну тут можно даже как бы, знаете, чуть под крыску играть. Типа вот, знаете, у челика, например, мало хп. И вы в него специально стреляете, чтобы фраг забрать. Да, это с какой-то стороны не особо красиво выглядит. Но, все же, в плане киллов это, конечно, очень-очень выгодно. И именно этим можно выигрывать на данном интересном устройстве. Ну ладно, я все-таки не хочу особо крысить ни у кого фраги. Я хотел бы все-таки поделать их красиво, а не по нулевым корпусам. Сейчас пошло довольно-таки неплохо. 16 киллов. 17. 17. 19. Боже, это просто семечки. Просто семечки, друзья. 20. Боже. 20 к 1, друзья. Что творит эта пушка? Вот вы видите, что происходит, когда вас никто не контрит. Если никакой арты нету, которая мешает и бесит, то все получается максимально эффективно и максимально круто. К слову, видите, от мина то, что игрок умер, мне баллон за это не дали. То есть дают исключительно за киллы, которые я делаю пушкой. Я думал, если честно, если минами давать киллы, то тоже как бы перезарядка будет у выстрелов. Ну ладно, ничего страшного в этом плане особо нет. Это просто как интересный работает и занимательный факт. Хорошо, еще плюс 2 килла. Овертрайв пока что юзается уже. Можно дать еще килл. А за киллом еще килл. А за этим киллом еще килл. А за этим киллом еще килл. Килл и еще килл. Боже ты мой. Что это делает устройство? Я в шоке просто. Вы понимаете, что это новая имба? Или вы до сих пор не понимаете? А я понимаю, что это ГГ какой-то. Это просто ГГшечка. Просто ГГшечка. 29 киллов. Я никогда столько много не давал в своей жизни еще с таким УП. Это просто что-то нечто. Что-то просто нечто. Как оно работает-то эффективно. Давайте, друзья, попробуем сейчас еще килл. Уп, раз, два. Поехали. Третьего сразу. Пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, теперь мне надо с выстрела одного кого-то забирать. Иначе у меня не будет баллонов. Так, надеюсь, минус не упаду. Хорошо. Плюс кул баллон. Раз. Два. Этого забрал. Этого теперь. Быстренько. Хорошо. Великолепно. Замечательно. Так, Жига. Не, ну Жига все, меня сожгло. Ладно. Тридцать пять киллов. Две минуты. Две минуты, тридцать пять киллов. Неплохо. Идем. Хорошо идем. Даже, я бы сказал, красиво идем. Друзья, продолжаем в том же духе. Правильно, правильно продолжаем в том же духе. Маловат киллов у нас. Маловат. Давайте 60 куда-нибудь. 60 киллов. Было неплохо. Для видоса. 60 киллов. Представьте, что было бы если бы... Сейчас бы я в катке. 60 киллов дал бы. 60. Это еще после первой такой неудачной катки, в которой у меня не получилось ничего реализовать. сейчас бы шестьдесят было бы просто бомбически просто бомбически бомбически замечательно бедашка на когда бы не уходил было бы просто супер не дал дополнительного тела 38 килов минута полторашка даже осталось скилл да еще килл да блин не дам к сожалению или дам надо было наверное нарез полететь нарез был летел было бы лучше 700 очков одна минута давайте хотя бы восемь сотен набьем ближе к 50 кило будет я думаю нормально если ближе к 50 кило мне здесь да еще овердрайв бы один реализовать бы нормально так красиво прошел урон хороший но надо 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 добрать боже 800 600 урона прошло боже как плохо сейчас я не попал выстрел а если попал было бы все очень даже круто и быстрый бы овер был бы и было бы реализация моментально великолепная а я к сожалению этого кила сходу не дал еще и 1000 разброс большой да разброс большой но в принципе если играть внимательно и аккуратно то ничего страшного в этом большом разбросе нету 43 килла 15 секунд до конца и катка подходит к своему логическому завершению 700 опыта 700 мать его опыта и это далеко не предел друзья 43 килла вы видели как работало это устройство были но это очень крутое устройство определенно это наверное одно из самых лучших устройств за последнее время которые я тестировал надеюсь на вашу поддержку лайк если у вас есть данное устройство на молот я вам обязательно рекомендую его протестировать посмотреть и я более чем уверен что она вам понравится друзья у как какой-то такой вот у нас сегодня получился видеоролик как я уже сказал если вам понравился не забывайте прожимать лайк не забывайте подписываться на канал нажимать на колокольчик дабы ничего не пропускать ну а с вами был мистер ванька ищем новые устройства пишите в комментариях всем удачи и всем пока